Как остановить эпидемию вандализма? Этот вопрос сегодня обсудили в региональной общественной палате. Участники, это представители власти и полицейские, вспомнили самые резонансные случаи в Красноярске и крае, когда хулиганы портили чужое имущество. Например, в ноябре подростки сломали двери и окна в историческом доме в Енисейске. А ведь объект только-только отреставрировали к 400-летнему юбилею. А это уже Красноярск. Неизвестные оставили каракули на свежевыкрашенном фасаде, прямо на центральной улице. А вот камеры видеонаблюдения поймали женщину, срывающую тюльпан из городских клумб. Кстати, из-за таких воришек озеленители даже были вынуждены закрыть цветы синтетической сеткой. Интересно, что чаще всего найти вандалов не удается, поэтому и нужен, по мнению общественников, целый комплекс мер, который поможет решить проблему. Конечно, основной акцент делать на усиление репрессивного, что называется, аппарата и так далее. Но не забывайте и о пряниках, о неких позитивных вещах, которые будут, в общем-то, создавать, наверное, вот эту атмосферу нетерпимости ко всякого рода вот этим антиобщественным проявлениям. Надо в эти вещи закладывать вот эти мероприятия, которые позволят повысить уровень городской культуры. И вроде бы и видеонаблюдение есть. То есть безопасный город работает. Но, к сожалению, та информация, которую хотелось бы считать, она не считывается. Полицейские патрули тоже за всем не уследят. То есть ты идешь по улице, и кто-то разукрашивает граффити, ну, сфотографируя, опубликуя. И появится повод у участковых, у полиции привлечению к административной ответственности. Продолжение следует...